Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Встретиться мы позже. Тогда позже неизвестно. Будем вести переговоры надеяться на диалог. При этом... Да... крайне недружелюбно Если у них есть какие-то претензии, пусть они их сформулируют It is. Why wouldn't you come to just to talk? You're not supposed to? Who told you that? Да, такой чувак воспитывает девочек, представьте себе. Я понимаю, что есть бывших, может быть, воспитанников. Вот так вот, которые остаются здесь. Ну, мы можем... Неделю назад все отказались срабатывать. Наказание в виде отжиманий. Наказание в виде заставления есть определенную пищу. Например, сухую крупу, овсянку. Читать Библию. Запирали в подвале. Иногда три месяца держали в подвале. Вот это объяснение детей. Это порядка более сорока детей, которые побывали в так называемых потенциальных приемных семьях. На ознакомление вывозили. Это происходило в период 2000-2005 год. Столько лжи в этих вопросах, благополучия наших детей или неблагополучия. Мы не можем сказать, живут эти дети нормальной жизнью? Не нуждаются ли они в чем-то? Например, в лечении. Как, кстати, журналистка написала, которая посещала это ранчо осенью 2011 года, что многие дети нуждаются в лечении, в психологической помощи, в медикаментозном лечении. Получают ли они это лечение, мы не можем сейчас понять и проверить. Со мной разговаривал вчера буквально помощник госсекретаря, который сказал, что на самом деле мы не будем возражать, что вы поехали и посетили раньше, но не сейчас, а чуть позже. То есть после того, как будет ратифицировано соглашение между Россией и США. И ратификация соглашения, важнейший шаг, на который мы идем, сегодня увязывается впрямую с судьбой и благополучием наших детей. Здесь находится сегодня, должно находиться 23 российских ребенка. Очень разного возраста. От 5 лет...